В поселке Кольцово умер 15-летний парень, назовем его условно Игорь. Вчера его тело предали земле, но вопросы у родственников остались. По официальной версии, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. И это при том, что Игорь был здоровым 15-летним юношей, занимался спортом, за школу выступал на всевозможных соревнованиях. Сестра Игоря, Александра, и его друзья считают, что сердце юноши внезапно остановилось не так просто, а вероятно, виноваты наркотики. Выяснилось, что некие два типа предлагали Игорю распространять наркоту. Имена их известны, оба живут в Кольцово, но пока силовики ими не интересуются. Есть предположение, что Игорь все же взял наркотики и попробовал. Экспертиза следов наркоты в крови не нашла, однако, по мнению сестры Игоря, будет еще одна экспертиза, которая может быть что-то запрещенное и найдет. А может и нет. По данным комитетчиков, которые проводят проверку этой загадочной смерти, в тот роковой день Игорь уснул на скамейке. Его разбудили прохожие, привели домой и после этого он умер. Ну то есть остановка сердца, получается, была не такая уж и внезапная. Ей предшествовали очень странные события. Ну согласитесь, в 15 лет уснуть на скамейке, но это по меньшей мере странно. И на пасашок. Как при загадочной смерти школьника не вспомнить о снюсе? Это новая, хорошо забытая опасность для молодежи. Вот лет 10 назад распространяли спайсы. Наркоту, типа как бы легальную, теперь в школах засили никотиновых снюсов. Это сосательные пакетики, которые засовывают под верхнюю губу, и никотин всасывается прямо в кровь и в мозг. А концентрация никотина в снюсах смертельно опасная. В одном пакетике никотина содержится как в трех пачках сигарет. И может кольцовского парня Игоря убили не наркотики, а именно снюс. Впрочем, к чему эти гадания? Комитетчики проводят проверку. Одна из главных задач СКР – защита интересов детей. Так что можно не сомневаться. Если в остановке сердца Игоря есть хоть капля криминала, комитетчики это выяснят и покарают виновного.